Юлия Друнина Юлия родилась в 1924 году, 10 мая, в интеллигентной семье. Родители девочки жили в Москве. Мама работала в библиотеке, а отец преподавал историю детям в той школе, в которую впоследствии пошла учиться маленькая Юля. Вся биография Юлии тесно связана с литературой. Способность к стихосложению появилась у девочки в детстве. Она писала стихи о природе, о любви, о своих мыслях и чувствах. Девочка мысленно переносилась в своих произведениях в дальние страны. Представляла рядом с собой очаровательного принца. Юлия активно занималась в литературном кружке. Она много раз принимала участие в различных конкурсах юных поэтов. Будущее оказалось совсем не таким, как представляла его себе Юля в своих детских стихах. Началась война с фашистами. Сразу же после выпускного Юлия Друнина, еще не достигшая совершеннолетия, записалась в санитарную дружину добровольцам. Чтобы попасть на фронт, ей пришлось скрыть свой настоящий возраст. Я ушла из детства. Грязную теплушку. В эшелон пехоты. В санитарный взвод. Дальние разрывы слушал. И не слушал. Ко всему привыкший. Сорок первый год. Я пришла из школы. В блиндажи сырые. От прекрасной дамы. В мать и перемать. Потому что имя ближе, чем Россия. Не могла сыскать. Качается рожь несжатая. Шагают бойцы по ней. Шагаем и мы. Девчата, похожие на парней. Нет. Это горят не хаты. То юность моя в огне. Идут по войне. Девчата, похожие на парней. Юлию направили в глазной госпиталь работать санитарка. Медперсонал не только выполнял свои непосредственные обязанности, но еще и помогал добровольцам возводить оборонительные сооружения. Через некоторое время Юлия получила ранения на фронте. Вылечившись от ранения, Юлия поступила в школу, готовившую младших авиаспециалистов. После ее окончания девушку направили в штурмовую роту на Дальний Восток. Находясь там, она узнала о смерти своего отца и поехала в столицу на его похороны. После этого на Дальний Восток Друнина уже не возвращалась. Приехав в Москву, она добилась, чтобы ее перевели на Западный фронт. Юлия была направлена в стрелковую дивизию, находившуюся в тот момент в городе Гомель, Белоруссия. Через некоторое время Друнину опять ранили. Вылечившись от ранения, она вновь возвратилась на передовую. Юлия воевала в Белоруссии, потом в Прибалтике. Незадолго до конца войны она была сильно контужена и комиссована, после чего возвратилась в столицу. Война, ворвавшаяся в юность Юлия, оставила в ее душе неизгладимый след. Она написала множество стихов о военных годах, наполненных невыразимым горем, страхом, постоянными лишениями и страданиями. Мы легли у разбитой ели, ждем, ждем, когда же начнет светлеть. Под шинелью вдвоем теплее, на продрогшей сырой земле. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Где-то в яблочном захолустье мама, мамка моя, живет. У тебя есть друзья, любимый, у меня лишь она одна. Пахнет в хате квашнёй и дымом, за порогом бурлит весна. Старый, кажется, каждый кустик беспокойную дочку ждет. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Отогрелись мы еле-еле. Вдруг нежданный приказ. Вперед! Снова рядом с сырой шинели светлокосый солдат идет. С каждым днем становилась горш. Шли без митингов и знамен. В окружение попал подорши наш потрепанный батальон. Зинка нас повела в атаку. Мы пробились по черной ржи. По врагам и буракам через смертные рубежи. Но не ждали посмертной славы. Мы хотели со славой жить. Почему же в бинтах кровавых светлокосый солдат лежит? Ее тело своей шинелью прикрывало я зубы сжав. Белорусские ветры пели о рязанских глухих садах. Знаешь, Зинка, я против грусти. Но сегодня она не в счет. Где-то в яблочном заколустье мама, мамка твоя, живет. У меня есть друзья, любимый. У нее ты была одна. Пахнет в хате квашней дымом. За порогом бурлит весна. И старушка в цветастом платье И иконы свечу зажгла. Я не знаю, Как написать ей, Чтоб тебя она Не ждала. Вернувшись с войны в Москву, Юлия стала вольным слушателем столичного литературного института. Впервые ее взрослые стихотворения были напечатаны в 1945 году в журнале «Знамя». Через три года читатели смогли познакомиться с ее первой книгой в «Солдатской шинели». Союз писателей Друнину приняли в 1947 году. Это стало признанием ее поэтического таланта и неплохой материальной поддержкой. В 1955 году вышла вторая книга Юлии Друниной, получившая название «Разговор с сердцем». Вслед за ней вышло еще несколько книг «Тревога», «Современники», «Ветер с фронта». Стихи Юлии быстро стали популярными. Их трогательные, пронзительные строки оказывались родными всем людям, пережившим войну. В 1970-х годах вышли сборники стихов «Бабье лето», «Окопная звезда», «Я родом из детства». Произведения Друниной начали часто публиковать в различных журналах и газетах. Написала Друнина и прозаическое произведение «Повесть Алиска», в которой рассказывалось о принесенном домой из леса лисенке. В 1979 году Друнина выпустила книгу автобиографического содержания под названием «С тех вершин». В 1990-м поэтесса была избрана народным депутатом Верховного Совета. Она с воодушевлением начала работу, намереваясь отстаивать права бывших фронтовиков и афганцев. Но в скором времени покинула депутатский корпус, осознав бесполезность этой должности для практических действий. Первой любовью Юлии стал командир ее дивизии, которому поэтесса посвятила несколько своих стихов. Через некоторое время он погиб на войне, подорвавшись на мине. «Опять лежишь в ночи, глаза открыв, и старый спор сама с собой ведешь. Ты говоришь, не так уж он красив, а сердце отвечает, ну а что ж, все не идет к тебе проклятый сон, все думаешь, где истина, где ложь. Ты говоришь, не так уж он умен, а сердце отвечает, ну а что ж, тогда в тебе рождается испуг, все падает, все рушится вокруг, и говоришь ты сердцу, пропадешь». Сердце отвечает, ну что ж. В 1944 году Юлия познакомилась с поэтом Николаем Старшиновым и через два года вышла за него замуж. У Николая и Юлии родилась дочь, которой дали имя Елена. Долгой и счастливой личной жизни у Юлии и Николая не получилось. В 1960 году супруги развелись. Причиной развода стала влюбленность Юлии в известного сценариста Алексея Каплера. В 1979 Каплер скончался, а Юлия очень долго не смогла с этим смириться. Осенью 1991 года Юлия Друнина неожиданно для всех покончила с собой. Она была подавлена развалом Советского Союза, разрушением тех идеалов и страны, за которые сражалась. В предсмертной записке она призналась, что не в силах жить в этом ужасном, построенном для дельцов мире. Редактор субтитров А.Семкин